Я подал раньше САЗ-планеты, но потом я уже, ну, вернее, сначала подал автокады, вот, потом начал какие-то карты, автокады и там лоадмапы, или там каких-то гугл-ф, потом перешел на САЗ-планету, о, видал САЗ-планеты, хорошо, можно вырезать и в тот же автокад мы вставить будем сначала, потом дальше уже глобал маппер начал, а потом дальше аркгис, вот, кубис, они являются уже такими профессиональными гис-программами, причем, ну, в принципе, они не то, что аналогичны, а чем-то схожи. Аркгис является, да, аркгис является платной программой, достаточно дорогой, более или менее стабильной, хотя, я бы не сказал, что она сильно стабильная, с большим количеством инструментов профессиональных. кубис является бесплатной программой, не уступает количеством инструментов, более нестабильно, обновляется очень часто, работает, ну, сейчас я, наверное, кубис чуть-чуть, кубис и стоп покажу. Это немножко такое же будет переход, именно к бису, бисовским системам. Ну, глобал маппере, соответственно, был переход, наверное, а здесь просто... Так, вот, пожалуйста, интерфейс, который, в общем-то, тоже недостаточно сложен. Так, что можно сделать сразу, с первого, из чего я начал, смотрите, кубис как строится. Есть модули, которые, который подключается к программе. Это аналог инструментов, примерно, в аркгис, управление модулями. Нажимаю, есть репозиторий, который онлайн находится, и вот здесь тут очень много всяких, всяких-всяких модулей, причем они написаны профессионалами, они написаны и не очень профессионалами, поэтому, ну, с осторожностью их надо ставить, можно повесить всю программу. Ну, в целом, она... Вот у меня в поставок 3-бак-сервисе, например, можно какой-нибудь другой подгрузить модуль, ну, вернее, один из этих модулей. Они, каждый из них выполняет какую-то свою функцию. По-моему, даже там гидрология есть модуль, но я вот так вот буду, вот именно с фильтральными снегами работа идет, с компулятором, растром. Кстати, в кубис и аркгис тоже можно площадь отбить, но сделать это посложнее будет. Вот, я сейчас не буду показывать, как это я сам попробовал, ничего не запомнил. Иногда даже похоже получилось. Так. Вот, ну, первый как модуль, который поставил, Криппо, MapService. Это он в интернет пошел, и, соответственно, вот у меня в кубисе уже есть примерно, вот как в соцпланете, такой вот список, список, скажу, с которым подключается. Это не основной ее, это не ее основная функция, но вот смотришь и полезный, особенно для новичков, особенно для тех, кому надо посмотреть, и там составить, ну, вообще для всех, наверное. Ну, вот карту, там, Яндекс.Скутник, яндекс, карту Яндекса, сейчас загружу. Вот она тоже хорошо работает, и тут, и тут. Смотрите, вот здесь слева есть слои, внизу. Вот эти слои, собственно говоря, с ними вся работа и происходит. Так, ну, опять, теперь займем, вращаясь в область, тут у нас там работает. Значит, вот слой 1, могу слой 2 подгрузить, он уже будет другой. Так, спутник. Окей, слой, который сверху, он перекрывает слой, который снизу. То есть сейчас у меня вот Яндекс.Скутник не виден. Если я отключаю, вот он, Яндекс.Скутник. Вот тут нет такое количество слоев и карт, как в соцпланете, но в целом в Яндекс.Скутник, например, можно увидеть. Теперь, смотрите, если вот в Аргесе не было заморочек системных координат, тут есть определенный выбор, конвертации и такие более профессиональные. Вот 395-е системные карты. Немножко не так оборона нужна, между прочим, но зато она представляет плоскость изображения. Вот. Как, например, я ее использовал? Это уже для хранения данных, для полевых каких-то работах. Смотрите, тут то же самое, есть такой общепринятый шейп-файл, вот тут вот создать шейп-файл, который считается всеми гис-системами, в нем все хранят. Сейчас требования часто выдвигают сделать карты именно с варгиси, с применением этих шейп-файлов. Чем они хороши? Тем, что они хранят в себе географическую информацию. Я как бы, может быть, это не так нужно, как отбитие водосбора, но я это часто использую, просто сохранить данные, и они очень полезны для мониторинга, для анализа. Тут, если развивать тему, можно очень много всего сделать. Вот. Опять же, вот, как в SAS планетке, есть точка, линия и полигон. То есть, вот, есть шейп-файл точечный, линейный, полигональный. Вот, теперь тоже точку я ставлю, и ставлю еле по потреблению. Сейчас я покажу, вот, например. Закрою. К примеру, как вот я это использую, все это вижу. Вот, прекрасно, что у нас есть, недалеко отрезание. Вот тут он делает промеры. Смотрите, вот, я тут нарисовал. У меня здесь слои. Первый слой промеры, второй слой морфоствор. Промеры точечные слои, морфоствор это линейный, соответственно, слой. Вот. Высоты, кстати, тут почему-то я не записал. Ну, ладно. Смысл в чем? Ну, я, у каждого слоя есть атрибуты. Вот, таблица атрибутов, которые, собственно говоря, и являются основой этих файлов. То есть, связка картографических данных с атрибутами этих точек. Вот, тут вот я вводил таблицу. То есть, у меня номер точки есть. Ну, в данном случае глубина, если промеры и скорость сверху. Скорость 2300 было. Уровня скорости. Китурная, средняя и река не очень глубокая. Вот. А в данном случае было по заданию так. Вот эти данные, вот эти данные. С этими данными, в принципе, можно работать. Я больше сейчас экологии применяю. В экологии, например, можно по точкам превышения кисти ПДК, можно построить интерполированную поверхность. Здесь вот, в экологии, просто сохраняя шейф файл, он будет всегда всеми читаться программами. Что это? Ну, без аргейса, лобовый маппер тоже читает их. Ну, читает диск программы. Главное то, что эта информация, она будет, скорее всего, развиваться, и в ней, как бы, я храню все вот эти свои данные. Вот. Вот, может быть, сейчас я не очень понятно говорю. Есть точка, есть у нее определенный атрибут. Вот я подпись. Можно подключить подписи, их можно изменить тоже визуализацию, очень хорошо настроить всего этого. Вот. Есть такие, например, сейчас покажу неочевидные вещи, как водоохранную зону. Да, типа, да, интересно послушать, как водоохранную зону делают. Я вот ее делаю обычно, как в авторкаде. Трендер делаю. Не то, что визуализируют. Делаю это целую, там, целую работу. Как ее обозначить, есть в дамах изысканий, чтобы, так вот, если у вас уже определен среднебрежимный уровень, предположим, да, или там, у вас нет такого задания, чтобы его победить, то просто можно отцепить 200 метров. Вот тоже тут вот эта программа позволяет. Мне очень нравится, она это делает. Сейчас покажу. Вот, 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 вот морфоствор, вот эти параметры. Их может очень много быть. Они будут привезны в вашей местности, как бы не было, каждый шейк файл. И будут считаться всеми программами. Вот, и для меня это очень много работ у нас морфометрических и подобных. Поэтому у меня очень много, я сразу, когда спорю, причем вот эти точки, я сейчас покажу, есть программа на планшете, которая, собственно говоря, я уже в поле все эти данные вложу, потом просто перекидываю в компьютер и у меня вот эту вот, ну, визуализацию, конечно, настраиваю. И у меня есть. Ну, вот, с подписью сразу, там, могу с подписью подписать. Очень, очень много всяких возможностей, которые в свойствах кроются. Ну, вот, я пока использую просто, просто как родилищи таких вот данных. Так, насчет, насчет водоохранной зоны. Может быть, это немножко и неправильно, но тем не менее. Смотрите, вот этот флос я начертил, так показать. Есть линейка, да, куда можно, где можно померить. Да. Вот есть, у меня просто, у меня, я пока не знаю. Можно точки расставить какие-то характерные. Кстати, характерные точки берега, все-все-все записываю в поле, в эту NextGIS, сейчас немножко дальше покажу, как на планшете все выглядит. Вот, сразу, если создаю слой точечный, например, там, характерные точки берега, иду по берегу, можно площадь сделать, можно, и, соответственно, сравниваю ее, подгружаю сразу карту, которая есть, или там ее сразу делаю, закидываю заранее в планшет и уже смотрю, как это и с чем отличается местность от студии. Ну, это понятно, что, если нет заданий, нет, делать какую-то посъемку. Вот. Это такое первое приближение. Ну, вот, 200 метров предположим водоохранную зону от этой, от средней же, да, в линейке. Вот, обязательно тут вот есть, в каждой точке нужно редактирование включать, чтобы есть дополнительная функция, ну, прям вот в одно касание, это линия там переносится, да. Смещение не отражает, когда справа вверху никак не отражает метры, поэтому, ну, приходится точки оставлять. Ну, вот, мне кажется, кстати, наиболее, из, наиболее интересный вариант отбивать, визуализировать, скажем, водоохранную зону, если это возосканик, да, ну, опять же, это в основном экологически возосканик, но не только. Так, 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 ну, в целом, в целом, как бы, вот, используя данную программу, она имеет под собой, тут, опять же, можно подгрузить, вот эти вот цифровые модели местности, они есть в соборном доступе, их можно скачивать и подгружать, и дальше с ним так же, ну, не так же, Global Marker несколько сложнее, наверное, через компьютера работы, все это здесь возможно. Я пока вот, для меня, мне кубиз заинтересовало, раньше была она очень, очень нестабильна, и сейчас, кстати, у меня не последняя версия кубиза, есть, вот, каждый месяц сопоставится какая-то версия, где, удивительно, что программа бесплатная, пока что она бесплатная, ну, при мне там концепт, у меня бесплатный, вот, две новые какие-то фишки, она, не всегда она совместима со старым, есть очень много всяких секунд, но их очень, так вот, активно над ней работают, поэтому, ну, вот, я считаю, будущее, ну, на этом же фоне Argus, сейчас, потом, немножко интерфейс, ну, уходит, уходит онлайн, уходит и, чтобы ее не взламывали, чтобы ими используют профессионалы. Конечно, эти программы больше таких-то технических специалистов, потому что часто пользуются ими какие-нибудь учебники, там, логистики, вот, обязательно, на всех есть эти, есть, такие, почтовых служб, очень, они тоже вычисляют все это дело, свои маршруты, очень много у нас настроек, настроек этих программ, вот, это уже, ArcMap, он модуль, не модуль, а основной, основной практически, основной, как сказать, часть Argus, это ArcMap, ну, в общем-то, в ней все собрано от одного, вот, и тут вот есть, также можно, тут не так все очевидно, как по Argus, но он тоже можно подключить под какие-то онлайн сервисы, сейчас все это не настраивал, вот тут справа, справа, есть над чем поработать, сейчас я покажу тут инструментов, очень много, есть даже, показывал, это, вот, инструменты гидрологии, группы инструментов, в том числе, в котором конкретно, относятся, но вот это вот, вот именно, наверное, работа с, с центральными снимками, это работа с цифровыми моделями, когда уже через калькуляр там растров, то есть, группа глобал запил, является такой, почему-то, в чем он хорошем, является относительно простым и удобным средством, конечно, если найти, вот, видите, гидрологию, вот, здесь, она, который должен вычислить из зоны бассейна, из сборной площади, перевести. Именно сам смысл программы в том, что вот этот инструмент, он отрабатывает, в результате получается какой-то итог его отработки. Предположим, соединяет две карты, получается в результате треть. Дальше мы с третьей работаем, каким-то еще инструментом ее обрабатываем, что-то еще получается из этого. Тут есть какие-то, как очень сложные, так и какие-то очень полезные вещи. И простые, предположим. Вот сейчас, например, фотографии. Если у вас геотеги фотографии есть, можно загрузить спокойно. Он вам картика вяжет, на карте покажет, где у вас эти геотеги. Кстати, очень полезная функция, когда очень много фотографий. Не всегда удобно их каждый раз заходить и смотреть, какие-то одинаковые. А тут уже папку загружаете и соответственно... Кстати, это как хугис-аргис. Можно это спокойно сделать. Вот. Да. Давайте вернемся. Как-то можно накладывать хугис. Можно накладывать хугис. Хугис, кстати, аргис более капризный. Геореестр, да? А геосеттер есть. Но геосеттер... Хороший сервис, но он онлайновский, по-моему. Ну, может я что-то ошибаюсь. Или он не онлайновский. Геосеттер он либо использовал, но как-то он очень-очень с трудом ушел к этому фотографии. Вот. Тут именно... Скорее, знаете, вот... А вот опять... Из фотографий образуется слой с этими точками. Вот. И в его атрибутах есть пути к этим фотографиям. Может быть это неудобно, но вот, например, мне люди прислали фотографии за день. Я, соответственно, их было достаточно много. Я их загружал в программу и уже видел, как они шли. Ну, вот, примерно. Если отдалить, то вообще было бы вот раз в пути, да? Сколько их прошли, и сразу все видать. Ну, вот так вот. В первом приближении опять же. Теперь смотрите. Ну, вот эти программы разобрал верхние, которые на Windows. Вот, вот, вот. Ну, Maconfo хорошая программа. Я ее как-то просто не использую. Ну, так традиционно получилось, что я Maconfo не использую. Хотя у нас, видно, многие ее используют. Короче, очень использую. Вот. Смотрите. Вот. Первую. Разобрал первую, как бы, часть вторая. Я коротко сейчас вот немножко. То, что использую в поле. Так. 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 Продолжение следует...